Всем доброго времени суток. С вами снова я, Илья Шестинка. Да, да, да. Если вы меня видите и замечаете какие-то глюки, вы правы. У меня футболка одета на выворот. Почему? Потому что эти швы, несмотря на то, что это самая мягкая из моих футболок, давят мне в обгорелую спину и так далее. Результат работы, ой, поездки на Коста Браво. Но мы не отчаиваемся. Видите, я могу на шею даже повесить такое ярмо, как фотоаппарат. Это самый легкий фотоаппарат Олимпус. В этом маленьком... Ты меня снимай! В этом маленьком, этом самом помещается и фотоаппарат, и три объектива, и куча карточек, и даже вот эта вот камера тоже там помещается. Спасибо Михайлу. Он тоже обгоревший. Мы доехали до Жироны. Маричка обгоревшая. Да, но не буду показывать, где. И вот там где-то утомленная дорога, дорогой в этом самом вот леске спит Каминская. Она выбрала первую попавшуюся лавку, где было прохладно, и пошла спать. На самом деле мы находимся в Жироне. Не знаю, чем мы сюда заехали, просто так получилось. Фишка состоит в другом. Фишка состоит в том, что Жирона славится своей шизанутостью. Обратите внимание, набережная Жироны, говорят, самая красивая набережная в Европе. С моей точки зрения это называется больше шиза косит наши ряды. Почему? Потому что более шизофреничного сочетания красок, форм, оттенков, местоположения, размеров, проекций и тому подобное, и архитектурных вот таких вот излишеств я еще не видел. На самом деле вот отсюда и начиналась древняя Жирона. И вот там еще, кстати, самая большая церковь в мире. Это самая большая церковь, самая высокая, да, небольшая церковь в мире строилась, как обычно, в средних веках, да, то есть нищая Испания жила очень и очень плохо. Не то, что в Украине народ жил. Поле, куда хочешь, туда и иди. Это все была скучность в узких маленьких улочках, в городах и тому подобное. Результатом чего? К церкви не подойти и не сфотографировать. Другим результатом вот такая вот набережная. Третьим результатом мост Эйфеля. Не поверите, но пацаны действительно заказали Эйфелю мост. И этот мост был построен Эйфелем. То есть это его же работа, да. Оказывается, не только башнями знаменит Эйфель, он еще строил мосты, а и говорят, еще построил... А еще есть место в Галичи построенное Эйфелем. Тоже? Да. В Галичи. Треба поехать. Треба поехать по... Металевый? Да, полностью. Полностью. Бачите, Галич лучшее место, где Эйфель смог отметиться. Вот. Галич, Галич. И так далее. Но целью нашего визита на самом деле является вот эта самая набережная, вот этой самой рекой. Что хорошо в Испании, что радует в Испании, так это любовь к окружающей среде. Обратите внимание, через центр средневекового города всегда протекала река. Ну или рядом, да. То есть, в данном случае мы имеем дело с тем, что стены стояли здесь. Вот этот вот кошмар, который вы видите, полный сюр. А вот посмотрите, вот этот домик, да, рядышком домик. А вот эти вот красновато-розовые на оранжево-песочном фоне выступы. Что это такое? Непонятно. А кто занимался проекцией? Обратите внимание, где передходы? Как можно подойти туда-сюда? То есть, на самом деле, эти все домики прилеплены к бывшей крепостной стене города. Ну, а мы продолжаем двигаться в поисках лучшего ракурса. Ну, тут панорама будет просто шикарная, да, Михаил? А мы же можем вот так идти и в подкотельчик. Ах, так ты гад! Ах, ты так вот! Воня уже не дано назад. Да, мы пейдем отдалее. Сейчас мы бахнем немного пива. И кавы. А, кстати, в речке. Речка очень прозрачная. Тут была стена. В речке мы только что видели осетра. Нет, что тут за малый? Тут больше. Вот такого осетра. Он молча плыл себе, хавал и так далее. Других осетров пока не наблюдается, если я убежусь. Я скажу, очень приятный свежий воздух. На самом деле, я вам объясню, почему мы залипли. Мы ожидаем вот тех вот тучек, которые на горизонте. Они придадут в Жероне очень и очень шикарное... Что там? Мусорник? Мусорник. А, я думал, там осетр. А там мусорник. Вот. Они придадут в Жероне незабываемый вариант фотографии и тому подобное. Михайло уговаривает меня забросить дела со светофильтрами и использовать Lightroom. Я подумаю над этим вопросом. Lightroom еще надо купить. До речи, сколько его коштует? 240 баксов. 240 баксов за Lightroom! Да. И эти люди кажут, что винда – это дорого. 240 баксов! Капец! Так, я этого не слышали. Короче, Windows, как вы понимаете, самое дешевое решение на рынке. Причем универсальное. За 150 баксов вы получаете результат. Вы получаете универсальную операционную систему, которая может делать все. Ну, или почти все. Да, то есть как бы… А если что-то нельзя сделать, то можно сделать светофильтром. Голубь… А рыбок все нема и нема. Я, правда, снизил ты, велик. Голубь снизил, цветок ты, велик. Великий снизил. Мы идем далее. И ось… Где ось? Что ось? Не нема. Не нема. Вот. И все это продолжается. Обратите внимание, шизофреническая панорама города. Панорама набережной. Такое впечатление, будто обкурившиеся растаманы… Да. Это знак, чтобы люди плавали или не плавали. Обкурившиеся растаманы каждый рисовал своим цветом. Покупал свою собственную краску. И самое интересное, у каждого был свой проект. Радует только дом у моста. Да, я… А где белосиний? А где белосиний? А, белосиний. А мне непонятно, кто коврит вот эти вот половые… Сушит половые коврики, понимаешь, на… Кстати, у меня сейчас закончится камера. О! Мы уже почти пришли. Там еще дальше набережная. А уже не пофоткаешь. Михайло, дивись. Я иду и фоткаю. А все? Все, уже нема. Рыбка, цепь, цепь. Рыбки нема. Есть качка. Есть качка. Вон там качка, что-то есть. Сбегаем. Сбегла. Поезд. О! Сверхскоростной. Да, там ездит поезд. Там кафедра. Опять же хочу заметить, чтобы вы не думали, что я предвзято отношусь к каким-то фактам. Нет. Флаг Каталунии, которая требует независимости от Икспании, находится на почетном месте практически на каждом балконе. Я думаю, если я вам не смотрю более подробно, то мы и тут увидим Сунинский флаг Каталунию. О! Видите, я же сказал, что... Видите? То есть ничего такого в том, что если я вывешиваю флаг в своей любимой провинции, требует... Сунинский флаг Каталунии, это не националист, естественное желание людей жить своими. Поэтому, когда вы говорите, что Украина – это независимая государство, которая гадает своего места в мире, это очень хорошо. Так? И ты, Михайло. Слава Украине! Давай, все. О, собачите! Итак, что мы здесь видим? Так, мы продолжаем смотреть... А, вот и центральная площадь, скорее всего. Но я сейчас сгорю совсем. Так, мы аккуратненько... Вот я люблю такие дома, которые оставляют и часть на площади, и часть остается вот такой вот незастроенной. Мы идем по колоннаде. О, китайский ресторанчик! А, суши! Фу! А, ундон был? Да, был ундон? Был. Я, я, ундон. Да. Есть, но он только с этим самым, видишь? А, още е. И все? А, есть! Тут английский. О, английский. Шит-таки? Да. Нудонс. Да, можно зайти и покушать. Ну, пока мы еще не кушаем. Опять же, туалеты публичные, находящиеся под землей, это круто. Центральная площадь небольшого села Жерона. Тоже неплохо. Я не знаю, честно говоря, я даже не интересовался, сколько в нем населения, Михаила. Не знаю. Думаю, здесь это 40. 40. 45. 45. Вот. Но вид очень красивый. Ага, ты понял, зачем они это построили? Чтобы продавать виды из окна. То есть, ты приходишь не в ресторан, а ты приходишь к виду из окна. Вот как здесь. Смотрите, вот такой вот вид из окна. Мужик вмешает виду из окна. И традиционная каталунская забава. Мытье балов с мылом. Еще один вид из окна. И хлопцы тапают. Теперь мы знаем, что виткеля появилась. Тапа. Тап. Это от бутерброда, который наколол стилусом. Правильно? То есть, наколол стилусом, ты тапнул бутерброд. Он стал тапой. И дальше мы двигаемся, наверное, вот к следующему мосту. Маричка, где? Сейчас. Я тут утенечку буду. Мы двигаемся к следующему мосту. Какие-то непонятные люди продолжают фотографироваться. А набережная продолжает идти. Может, нам не стоит туда идти? Или вот это Эйфелевый мост? Непонятно, короче. Где тот мост, который построил Эйфель? Где тот мост, который построил не Эйфель? Мужик с фотокамерой и треногой со штативом. Видишь, там тоже есть, делает панораму наивный. Мы сделаем лучше. Может, вот это Эйфелевый мост? Хотя он не очень красивый. Да. Вот. И мы фактически обошли. Я не думаю, что это хорошая идея валить туда дальше. Рыбок по-прежнему нет. Ну и мы тогда углубимся в поиске бара. Михаила фоткает. Отходим. И мы углубимся в поиске бара. Вот старую часть города. А на прощание, ну не на прощание, вы еще раз любуетесь панорамой города Жирона. Это набережная. Вернее, панорамой набережной. Да, вот. Камера не охватывает всей красоты и шизофреничности данного явления. И Михаила уже помогает кому-то за гроши. Фоткай, фоткай. Тримаешь людей. Не могу разобраться с очень дешевым фотоаппаратом. Смешавый. Ну, пошли далее. Четыре всего не фоткал. Где рыба? О, дивися, какая рыба. Ого, какая рыба. Ого. Там была такая. И вот все это. Вот это. Как это не ловлять? Зараз почнуть. А это форелька, кстати. Это форель. Смотри, это форель. Что это может быть? Ну, осетр может быть. О, четвертая приплыла. Не знаю, видно, не видно. Они тут целыми стаями стали. О, пятая приплыла. Смотрите. Они все приплывают и приплывают. Вот мы видим банду из пяти рыб. В центре какой-то города Жирона. Они собираются охотиться. Может, тут традиция какая-то? Случайного путника сбрасывают с моста. И он кормит рыбок. У шостей. У нас сейчас растет шостая. У шостая рыба. О, боже ты мой. Смотри. Может, им мясо кинуто? Ого. Ого. А у вас есть что кинуто им? Нет. Нет, не будем проверять. Ага. Вон качки. Ну, мы продолжаем экскурсию. Давайте. У меня сейчас камера разрядится. У нас поважаем ручку. Ждет, когда ей дадут еду или сбросят ее, как еду. Не продолжаем экскурсию. Небольшая традетия. Ага. У тебя там саждают селечку. Там почти не жиронская традиция, я меркую. А, тут тоже с этой стороны есть небольшая героническая часть. И это с этой стороны, смотрите, тоже. Что, с чем? Еще рыбка. Ага, бачу. Ого, какие здоровые рыбы. Все видят, нифига себе. Ричка не глубже, чем по колено. Вот там маленькая рыба. С красной декой. Бабличка. Что там? Ого. Вот это банда. Так. Ну, штук 20 точно будет. Да, больше, чем 20 будет. Там что маленькие спалили. Что, в своем месте поломали зудочки? Я тут ничего не знаю, что ли они на термор полночках? В окон. Ну, смотри, что ли они на полночках, а завжди будет окон. Так, пришлить, я сгорю. Буду погану усим. Ходим, буду погану усим. Так. Вот мы заходим в старый город. Ну, типичные улочки старого города. Анал клиник. И сразу переходим к тому, что нужно всем бедным, шлепанцам. Ну и все. Туда. Туда. Туда? А, туда. Там, до речи, туда. Так. Маришка пришла уже купить. Вы из Каминска, наверное, в каждом городе по три пары одежды и обуви скупаете. Да, правда. Из Каминска скупали. О, дивись. Годинник. Годинник. Можно, но вход там. Но не купите. Ничего не купите. Купим. Свощик. Свощик. Зараз подивимся. Итак, мы внутри уже города. Опять же, каталунские флаги везде. Вива Каталуния. Аутлеты. Все как положено. Ну, а мы заходим внутрь. Всем спасибо. Приходите еще. С вами и путевыми заметками был я. Игорь Шестидко. Опаленный солнцем. Солнцем Коста Браво. Но не сдающийся. Помните это. Все специально для вас. Все бросил нафиг. И продолжаю. А вот люди какие-то, видите, средневековая традиция. Напейся. Ей и приедай себе просраться. Как говорится. Так что. А, вот тут еще. О, Боб Марли. О, зараз мы тут. Приедемо. Пришли. Пришли до часа. Ну что ж. Да. О, еще и книги. Смотри. Ты все можешь сделать. Для себя и так. И так. Спасибо. Не сдаемся. Смотрите путевые заметки с других городов. А мы в... Да, да, да. Мы в... Мы в средневековом месте. Джерона. Джерона. Которая знаменита только своими... Чем? Домневатой архитектурой. Да, вот. А тут только по приглашению. Маричка, приглашайся. Так просто не зайдешь. Треба мати карточку, гроши и... Там нема сводча. Я уже бачу. Пошли дальше. Туди. Мы пошли до пива. Поскольку Маричка в магазине согласилась идти без картки, то мы идем дальше. Посмотрим на какие-то другие средневековые площади. А не только ту, которую мы видели. Здесь фанатики Барселоны. Здесь фанатики Боба Марли. Видите, насколько демократично. Вот, смотри, книжковая лавка. Смотри. Нет? Там, смотри, SOA Open Source. Программа на Линуксе. Видишь, что только они продают. Это очень старая просто.